Приветствую вас! Знаете, в психологической науке есть такое понятие, такой феномен, как игры, ну, психологические игры. И в данном случае можно назвать такую игру, как я отдаляюсь, ты приближаешься, ты приближаешься, я отдаляюсь. По сути, эта игра, она ознаменовывает собой наличие страха близости у людей, у людей вообще, и у вашего молодого человека в целом. То есть, очевидно, что для него вы важны, очевидно, что для него вы ценны, очевидно, что он вами дорожит. Вот, но вся проблема, вся проблема заключается по факту в том, что вы для него слишком важны. Вы для него слишком ценны. Вот, а из-за этого, вот, именно из-за этой беды причины мужчина так себя и, в принципе, ведет. Вот, что он именно поэтому ведет себя таким образом. Вот. То есть, с той, кто ему нравится, ну, так вот, поскольку он может быть достаточно легко, да, при этом не особо ее ценя. А, оценивая, не особо ей дорожа. А, ту, которая ему действительно нравится, он, соответственно, будет держать, ага, ну, на расстоянии. Вот. А, понимаете? Какая история. Вот. То есть, это, с его стороны, это неуверенность в себе, возможно, возможно, страх одиночества, возможный страх одиночества. Я не знаю, как обстоят дела на самом деле. Вот. Ну, может быть, он боится одиночества, ваш мужчина. Вот. И, соответственно, у него есть определенные проблемы. По вашему тексту, мне показалось, что вы, в принципе, сами уже догадываетесь, сами уже знаете, что, ну, никакая это не другое. Друзьба. Вот. Это, по сути, это, ну, скажем так, рационализация, по сути, это рационализация дружеских отношений. Вот. И вы сами знаете, что человек ведет себя не по-дружески, вы это знаете. Вот. И ваш вопрос, он, ну, на мой взгляд, является достаточно таким, я бы сказал, провокационным, в том смысле, что, ну, ваш вопрос подразумевает, как бы, ответ, что да, это не дружба, что да, вот. Вот. Мужчина с вами, с вами, с вами на самом деле не дружит, да, просто, значит, хочет, там, ну, чего-то, да, такого. Вот. Ну, опять же, здесь вопрос включается в другом, здесь вопрос включается в том, чего хотите именно вы. Вот. Здесь вопрос включается именно в том, чего хотите вы для себя. Если вам мужчина нравится, то дайте ему понять, что он вам нравится, что, как бы, ну, что вы хотели бы отношения с ним. Если мужчина вам не нравится, да, вот, то есть, если вам, ну, все равно на него, вот, то здесь, опять же, важно, чтобы вы знали, как поступать, что делать, да. Вот. Как вы воспринимаете, например, его внимание к себе, как вы воспринимаете его поведение, вот, и так далее. Более примечательно, что вы говорите только о нем, да, и не говорите совершенно о себе, вы не высказываете о своей позиции. Вот. Говорите только о том, что его общение оставит вас в тупик. Ну, это еще одна психологическая игра, которая так и называется тупик, они вы можете почитать в интернете более подробно, чтобы понять, о чем она. Ну, если вкратце, что все сводится к снятию ответственности с себя, то есть, от вашего текста идет ощущение, что не вы, а он должен все решить. В том числе и вопрос, связанный с вами, с вашей ответственностью, с вашей жизнью, с вашим ребенком даже. Вот. То есть, такое впечатление, что вы немножко игнорируете, например, тот факт, что ваш ребенок может привязаться к мужчине, то ваш ребенок может начать скучать по нему, то ваш ребенок может начать испытывать к мужчине чувства. Ну, вот. И так далее. Такое впечатление, что данный факт вы игнорируете. Не говорите это специально. Не говорите, что вы делаете это специально, но вы его игнорируете. То есть, вы игнорируете свою личную ответственность. Как дальше будут развиваться отношения, зависит от вас. Вы можете выстроить личные границы. Вы можете, значит, как бы показать, как можно, а как нельзя с вами. Да? Вот. А пока вы просто вот такое ощущение, что вы живете по течению. Я не говорю, что это обязательно плохо, но просто это может быть достаточно негативный аспект. Ну, вот. Достаточно негативный аспект именно для вас. Который может иметь природу еще неудавшегося брака. То есть, причина может тянуться оттуда. Таким образом, все по факту можно свести к тому, что значит для вас лично тупик. Вот по факту. То есть, по факту можно все свести к тому, что для вас лично означает тупик. На понятийном, на поведенческом и на чувственном уровне. Вот это для себя вам нужно определить. Вот. И именно тогда, именно тогда можно будет о чем-то говорить. Именно тогда можно будет говорить о вашем участии в этом процессе. Именно о вашем, как бы о вашей роли в том, что происходит. А пока это просто некая жалоба на мужчину и не более того. Вот. Понимаете? Такая история. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехаю. Поехаю. Продолжение следует...